Привет, друзья, привет. Ну, у нас скоро вебинар 4 числа в 20 часов о том, как снять страх и выйти на состояние творческое, научиться управлять своим состоянием короткими приемами, там новые приемы будут, вы увидите. Но самое главное, я вспомнил, что вот у меня был такой чудесный тренер по карате, по йоге, я о нем уже рассказывал и передавал ему привет, это любимый мой тренер, человек выдающийся, его зовут Ахмед, Ахмед. Ну, он был старше меня, конечно, очень мудрый, он учился там в Тбилиси, в Академии художеств, да, и жил в Махачкале, и был моим первым тренером, я помню, что мы на Нурадилову приходили к нему тренироваться домой, его мама была тетя Галя, врач и папа. Ну, в общем, короче говоря, я так помню, все это хорошо. И вот, значит, Ахмед, я помню, я был еще там, ну, совсем молоденький, он же, ты послушай меня, уже с бородой, такой красивый, симпатичный человек, он занимался йогой, тогда йогой нельзя было заниматься, это как-то оказалось даже каким-то запретным, а тем более карате, это же вообще, это было запретно, это какие-то были тайные такие вот разговоры, посещения, он меня познакомил с книжками Кришна Амурти, он познакомил с Патанжали, он познакомил, ну, с многими-многими такими выдающимися деятелями в свое время. Он их читал, и, конечно, он мне рассказывал, и самое интересное, про страх. Мы с ним были как-то в горах, у нас же там Таркетау, и тут напротив там через Каспийское море, и даже есть песчаный бархан в Дагестане, никто не знает, откуда он там появился со своей флорой и фауной, как говорится, со своими этими таракашечками и пылинками. Ну, в общем, все там удивительно, Дагестан это удивительно, я очень люблю свою родину, Дагестан. Ну, поэтому я и заслуженный врач Дагестана, и поэтому, наверное, художник, хотя у меня и другие друзья были, и Хаджимурат Алиханов, и Муртуз, которые меня, и Рахман, вот они меня каким-то образом, ну, невольно стимулировали, и я поэтому становился постепенно живописцем, и Тамара Зиновьева, дочь знаменитого Зиновьева, который написал в свое время книгу «Зияющие высоты», ну, социолог такой, мирового класса, который говорил, что будет, когда произойдет вот эта перемена ситуации в стране, как он говорил Горбачеву, вот вы увидите, потом наступит вот это, и так далее. Да, да, у меня много друзей, которые мне в живописи помогали, вот я вам хочу о страхах рассказать. Ну, вот я с Ахмедом как-то пошел, значит, в горы, на Таркитау, и мы там сидели, костер делали, и он взрослый, и я помоложе, вот, лежали там на травке, свежий воздух, говорили о философии, о философии, о духовности, а тут еще мы делились всякими, он меня учил тогда, боевая игра Хакуды и там прочее, десятая. У него же в свое время и Гусейн Магомаев учился, который в Халембекаули создал потом школу «Пять сторон света», да, и ученики которого все золото мира забирали вообще на чемпионатах международных. Это же все Ахмед, Ахмед, дорогой мой. И вот я вспоминаю, как мы там лежим, значит, на пригорке у горы Таркитау, жарим этот костер, если можно так сказать, и в это время проходит с конем, такой мужик, мужик идет с конем, значит, я ему говорю, а можно я на вашем коне прокачусь? Ну, он говорит, пожалуйста, отдал мне узды, и я, значит, сел на коня первый раз в жизни, первый раз в жизни, я вам о страхах сейчас расскажу. Первый раз сел на коня, и помню, помню, что надо его пришпорить, пришпорить. Я его, так сказать, мы уже на коне, так сказать, отъехали от этого костра, я ногами его пришпорил, а он как понес. Вы представьте себе ситуацию страха, когда я сижу, значит, на коне, конь несется, а там же гора, эти холмы, предборья и все прочее, и вот так несет, вот несет, ну, с бешеной силой. Он, наверное, подумал, этот умный конь, что за дурак на мне сидит и пытается меня сбросить, а я несусь на нем, и у меня в этот момент узды из рук выскочили. Я прямо в таком диком страхе, ну, вот я сижу на коне, он несется, а я уже так вот в диком страхе и начинаю силой воли, силой воли, каким-то образом искать себе какое-то состояние, и нахожу это состояние, и начинаю вот так вот по гриве коня к нему, к его морде, вот так вот, уже представляю себе, как я буду лететь головой вниз, ударяться об эти камни, и по гриве коня, коня вот так раз, раз, и взял эти узды, и нашел, нашел, и немножко раз его, и он как-то успокоился, и я потом с него слез, дикий страх был, с него слез, и, значит, я за эти узды взял и шел пешком, и вел этого коня, и привел, значит, туда, к костру. А этот мужик меня удивленно спрашивает, они же не видели, что там происходило. Они сидели разговаривали, он меня спрашивает, а что ты там, ну, е-е-е-е, вот так видишь полтора километра. Ну, вот ужас, да? Ну, вот одно из упражнений ключа, например, вот это вот, делать вот это упражнение, находить себе ритм вот этого раскачивания. Многие дети любят на коне кататься, даже ДЦПшные дети, их родители с учителями, или врачами, или психологами водят в определенные места, где они там катаются на конях, потому что вот это вот волнение, когда... Ну, короче говоря, я на вебинаре покажу приемы новые, но вот дело не только в коне, я покажу, но дело в том, что я говорю об Ахмеде, потому что, Ахмед, однажды мы вечером шли около моего дома, я жил на Гаджиева-3, и всем, всем моим друзьям, детство, которое прошло, Гаджиева-3, дом писателей, ну, и сейчас мы дружим, переписываемся, всем передаю огромный пламенный сердечный привет. Всем-всем-всем Гаджиева-3, это вообще, это вообще, это удивительно, вообще город Махачкала был удивительный, там столько и национальностей, все дружили между собой, ну, когда ругались, ну, там бывает, там, ты кто там по национальности, я даргинец, я аварец, я кумык, там, да, вот вы там такие. Да, это же было обычной бытовой сценки, на самом деле все дружили. И вот, Ахмед, мы с ним идем, значит, вечером между деревьями, опять рассуждаем о философии, он говорит, сейчас я тебе покажу фокус. Этот фокус я как-то показывал у меня на ленте в Ютубе, близко показывал, и там сильно видно. Берешь, а здесь, наверное, не очень видно, и он вытащил из кармана, из кармана, значит, кубик, рубик, не кубик, рубик, а просто кубик. И говорит, вот видишь, я говорю, вижу, сколько? Я говорю, два. Он поворачивает, говорит, сколько? Я говорю, четыре. Он опять поворачивает, сколько? Я говорю, два. Он опять поворачивает, я говорю, четыре. Он опять поворачивает, я говорю, два. Он говорит, держи мои пальцы, чтобы я тебя не обманывал. Держи крепко, чтобы я тебя не обманывал. Я держу крепко. И он медленно, спокойно поворачивает, а там шесть. И вот у меня такое оцепенение, разрыв шаблона называется. Вот этим моментом можно пользоваться, чтобы делать какое-то внушение. Но он не делал никаких внушений. Я потом вам расскажу в следующий раз, что значит разрывы шаблона, как этим пользоваться, как нас часто обманывают. В НЛП там есть техники разрыва шаблонов. Ну, я потом вам это еще расскажу. Но сейчас другое. Я вам хотел сказать страх. А второй страх был, когда я с моим братом маленьким, Шамиль тогда был маленький, у меня это в книге «Защита от стресса» еще 90-го года есть, как мой брат Шамиль. Мы с ним пошли в горах, в Батлаичи. Я-то родом, так сказать, папа мой из Хунзахского района. И летом мы ездили в Батлаич. Ну, я еще маленький, а у меня еще брат Марат младше меня на год. А Шамилька вообще маленький. И вот, значит, Шамилька сидит за, ну, скалой там или как-то. А я по этой тропинке захожу за скалу, за скалу захожу, за скалу захожу. И в этот момент вижу, что я над обрывом. Вижу, что я над обрывом и пытаюсь назад выйти, а выйти никак. Потому что я зашел слишком далеко, а там вот эта вот площадочка, на которой я стою, вот такая узенькая. И камешки подо мной уже падают. И у меня дикий страх. Мы же о страхе сейчас говорим. Потому что в этот момент я уже усилием воли пытаюсь себя успокоить, что-то с собой сделать. И уже так, как на коне тогда, точно так же я беру себя в руки и пытаюсь... Уже я примерялся, как я тогда на коне примерялся, как я буду падать, и чтобы голову не расщебить. Точно так же я уже примерялся, как я буду с обрыва этого лететь, ударяться головой о скалы. А там обрыв высокий, там смотришь, там и не видно конца. Я думаю, как я буду оттуда лететь, и я уже примерялся, как я буду... Вообще-то говорят, вниз не смотри. Но я уже был в таком критическом состоянии, что я был вынужден смотреть, чтобы вообще не разбиться насмерть. Да, и в этот момент я вот стою и вот так потихонечку, ножками, так сказать, своими мальчуковыми, очень потихонечку, вот так, вот так, и Шамиль там сидит за этой скалой, ничего не видит, а я ему говорю, Шамиль, он говорит, что? Я говорю, пой. А он там сидит, даже не понимает, о чем я сидит. Он же не видит, что его старший брат там висит над пропустой. И он говорит, я что, дурак, что ли, петь? Я говорю, да пой тебе, говорю. Ну, он, видимо, почувствовал, что что-то такое, и начал петь. Я не помню, как он пел, может быть, по-дурацки, может, хорошо. Но в этот самый момент, когда он начал петь, и я еще, еще, еще раз и вышел из этой скалы. И вот он сидит, ножки свесил тоже над обрывом, и я иду, это вот такое состояние, вот ты секунду назад был над обрывом, ты был за скалой, ты был между жизнью и смертью. А здесь ты нормально идешь, вот он сидит, продолжает эту песенку петь, и на меня, как на дурака, смотрит. А зачем, говорит, ты меня заставил песню петь? Я говорю, ты мне жизнь спас, ты не понимаешь, что ли? Он говорит, как это я тебе жизнь спас? Я говорю, слушай, короче говоря, я потом написал об этом книге, я увековечил этот момент, потому что я потом и стихотворение написал. Всем желаю, чтобы над пропастью бездны любую вам дано было не упасть, а взлететь и лететь над собой. Ну да, ну написал, я просто говорю о том, что последний случай, сейчас скажу, когда я маленький, на этот пятый этаж Гаджиева-3, со школы, ну второй класс, по-моему, ну совсем маленький. Ну вот поднимаюсь, а там пять этажей, а мне так писать хочется, да так хочется, ну просто невозможно. Это пять этажей, ну и вот, короче, я добираюсь, пять этажей, и мне надо срочно открыть дверь, значит, а ключ не попадает, ключ не попадает в замок, пальцы у меня трясутся, потому что, ну, песнь мальчика хочет, ребенок, ну что делать? И в этот момент я вдруг инстинктивно понял, я себе сказал, я почему понял, что надо себе сказать, меня же никто этому не учил, никогда меня этому не учили, но кто когда мог из родителей знать, что я на пятом этаже буду там трясти, что мне присутствуются. Но я почувствовал инстинктивно, то есть есть в нас этот инстинкт, я себе сказал, спокойно, и в этот момент успокоился, и спокойно сделал движение, и ключ открылся. Убрал у себя этот страх, эту суету, раз, и замок открылся. Я хочу, чтобы вы имели этот ключ, и на коне имели, и когда вам так показывают фокус, чтобы вы могли выходить на себя, на свой здравый смысл, на покой, на уравновешенность, на глубинную внутреннюю уверенность. Чтобы вы решите вопрос, который вас волнует. Ахмед, дорогой мой, мой первый учитель по йоге, карате, цигун, ушу, по всем этим видам, и самое главное, по философии. Да, я тебе передаю этот привет. И всем друзьям дома Гаджиева, и всем дагестанцам, и всем друзей дагестанцев, и всем тем, которые понимают, которые понимают, как хорошо помнить своих учителей, своих соседей, своих друзей, во всем мире, независимо от того, какой ты национальности или культуры. И вот эта человечность, человечность, она будет присутствовать на нашем вебинаре, как раз таки 4 октября, 20 часов. Почему? Потому что страх, чтобы преодолевать страх, выходить на состояние свободы, нужно как раз таки еще использовать один из критериев. Будь человеком. Об этом мы поговорим. Как это важно. Для преодоления страха, чувства, любви, сопереживания, чувства бесценности живого. И вот эту песню, чтобы вы могли всегда носить все с собой. Хоть над обрывом, хоть на коне, хоть на пятом этаже. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова